Сегодня на стрельбищах почти две сотни стрелков национальной гвардии. Можно сказать, что в деле обращения с оружием эти бойцы лучшие в округе. Состязание по пулевой стрельбе среди личного состава проводится не первый год и уже имеет своих рекордсменов. Я неоднократный участник данных мероприятий, этих соревнований. Проводятся они ежегодно, но предназначены по большей степени для повышения нашего уровня подготовки. На пользу идет всем участникам соревнований. Ну и, как говорится, дух соревнований присутствует в очень должной мере. Стрельба происходит из трех разных оружий. Пистолет, снайперская винтовка, СВЛ Драгунова и автомат. Как правило, знаменитый Калашников. По 10 выстрелов с трех позиций. Стоя, лежа и от колена. Ну это условия применения. В разных условиях применяются разные виды оружия в зависимости от тех задач, которые выполняет в данный момент подразделение. Участники выполняют как стационарные упражнения, так и упражнения по скоростной стрельбе. Далее отстреленные мишени приносят на оценку экспертному жюри. На вид процедура простая. Считаются пробоины и суммируется количество очков. Однако и здесь есть свои технические тонкости. Габарит цепляет, получается, снизу. Это получается десятка уже. То есть, если габарит цепляется, кладется, получается, шаблон пробоины. И там уже четко видно, потому что бумажку рвет-то по-разному. А вот. А диаметр пули, он один. Лучших стрелков среди бойцов нацгвардии округа определят уже сегодня. Именно они будут представлять Сибирь уже на всероссийском турнире, который пройдет здесь же этим летом. Александр Бычков, Дмитрий Новопашин. Местное время.